МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Цитата. Африканцы будут обеспечены благами цивилизации уже через 15 лет. Но, продолжает автор статьи, многое предстоит сделать, чтобы реализовать потенциал возобновляемых технологий. Успех возможен только при сильном государственном руководстве и активном участии частного сектора. Африканские правительства могли бы начать с капитализации в 20 миллиардов долларов, а доноры могли бы сделать больше. При правильном регулировании этой сферы и достаточном финансировании технологии использования возобновляемых источников с низким уровнем выбросов углерода могут сделать для энергетического сектора то, что мобильные телефоны сделали для телекоммуникаций. В Африке это будет означать расширение прав и возможностей наиболее обездоленных людей, делая этот регион богаче и зеленее. Кроме того, появление рабочих мест приведет к сокращению бедности. Французское издание «Летемс» называет назначение главы ООН настоящим пережитком прошлого. По мнению автора Стефана Бюссара, вопрос не в том, кто сменит Пангемуна на посту Генсека 1 января 2017 года, тогда завершится его второй мандат, а в том, как именно должен проходить этот выбор. Представители международных групп утверждают, что непрозрачность этой процедуры подрывает доверие к организации. Как отмечается в компании 1 на 7 миллиардов за демократизацию ООН, в ней участвуют около 100 гражданских ассоциаций. Пост генерального секретаря, наверное, худшая, но в то же время важнейшая должность в мире. Цитата. «Пока что генерального секретаря выбирают пять постоянных членов Совета безопасности, причем происходит это за закрытыми дверями и по известным одним лишь им критериям», говорится в статье. Как считает директор Института глобальной политики Уильям Пейс, именно он представил компанию 1 на 7 миллиардов. Процесс пора подвергнуть кардинальным реформам. В отличие от таких структур, как Международная организация труда, ВОЗ и ВТО, к претендентам на пост главы ООН не выдвигается каких-то особых требований. Длительность процедуры тоже нигде не прописана. Почему Старбекс повышает цены на кофе? Обозреватель Блумберг раскрыл секрет в несколько неожиданном ракурсе. Миллионы людей во всем мире ранним утром тратят небольшие деньги за один стаканчик капучино или латты. Цена может повышаться или понижаться на несколько центов, практически неощутимых для кошелька потребителя. Но в мире маркетинга именно эти копейки делают не только прибыль, но и поддерживают стабильность больших корпораций. Автор поясняет, цитата, «Для вас кофе – это простой состав на вкус, для производителя – это формула или рецепт, который в состоянии пошатнуть даже финансовые рынки. Более дешевые кофейные зерна, или наоборот, дорогие, способны творить чудеса в мире маркетинга. Но для вас это будет всего лишь чашка утреннего кофе», говорится в статье. Другая компания-конкурент «Арабика» заявила, что не меняла цены на многие из напитков своей империи в течение приблизительно двух лет. Сбалансированная ценовая политика позволила привлечь многих постоянных клиентов. Однако, как сказала пресс-секретарь компании Лиза Пасс, цитата, «Мы можем с легкостью поднять цену на кофе, потому что уверены, что вы точно будете платить больше». Что касается «Старбакс», то компания, по версии «Блумберг», придерживается другой политики. Кофейные магнаты почти невидимым повышением цены балансируют свои потребности, чтобы закрыть год с ожидаемой прибылью. Автор статьи делает вывод – «Старбакс» повышает цены по одной очень простой причине – потому что это возможно. Издание «Мэшейбл» сообщает, что соучредитель Microsoft Пол Аллен пожертвовал 4 миллиона долларов на нужды проекта Global Finpint – первого в мире глобального видеоисследования, обитающих на коралловых рифах аку и скатов. Организаторы рассчитывают собрать данные о численности этих рыб в акваториях мира. Проект стартует в августе 2015 года. Подсчеты будут вестись в течение трех лет. Исследователи разместят камеры на глубине от 10 до 100 метров в Индийском, Тихом и Атлантическом океанах. Перед каждой камерой поставят небольшую клетку с приманкой. Аппаратура рассчитана на запись до 80 минут видео. Устроители рассчитывают, что полученные данные помогут им в деле сохранения акул и скатов от вымирания.